Ну что, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас четверг, начинается цикл наших вебинаров от лидеров, победителей в статусах, от лидеров, которых мы приглашали на наши встречи, бизнес-встречи в Киеве, во Львове, в Ровно. Это лидеры, которые поделятся непосредственно своим опытом ведения успешного бизнеса. И первый цикл, вернее наш цикл сегодня первый открывает кирующий, управляющий директор Марина Холодкова с темой рост статуса в структуре. Вы знаете, чтобы бизнес был успешный, конечно, нам нужны новые люди. А чтобы мы были финансово независимы, нам нужны в нашей структуре не только новые люди, нам нужны новые статусы. И вот секретами того, как же сделать так, чтобы эти новые статусы рождались в вашей структуре, Марина Холодкова сегодня из личного опыта успешного лидера и поделится. Марина, я даю тебе слово. Добрый вечер всем. Очень рада всех видеть. И сегодня я хочу с вами поговорить и рассказать свои фишки о том, как же сделать так, чтобы в вашей структуре были новые статусы. Уверена, что все пришли сегодня на встречу с ручками, с блокнотиками. И вам будет что записать. Представляться уже не буду. Светлана меня представила. Спасибо. И давайте мы сразу с вами приступим к делу. И прежде всего я хочу до вас донести эту мысль, что вам нужно самостоятельно разобраться с теми возможностями, которые предоставляет нам компания Джерелия. И только после этого вы сможете донести всю эту информацию до своих партнеров. Прежде всего, когда мы приходим в компанию, нам необходимо изучить самому компенсационный план успеха. Для того, чтобы понимать вообще, какие здесь могут быть уровни роста, какие здесь могут быть доходы. И все это вы можете узнать из наших вебинаров. Также вся эта информация предоставлена на сайте компании. И после этого вы только сможете уже задать вопрос себе и также своим новым партнерам, где еще вы на сегодняшний день можете забрать такие деньги, такие шикарные подарки, которые предоставляет нам наша компания за короткое время работы. Потому что очень многие лидеры уже в компании доказали, что можно за меньше, чем за год плодотворной работы забрать в компании машину. Также есть лидеры, которые уже три машины забрали в компании. И я, честно, еще нигде не видела таких возможностей. То есть для того, чтобы человеку заработать на машину, ему нужно работать на обычной работе, не знаю, наверное, лет 20 так точно. Потому что, как мы знаем, на обычной работе, вот у меня мама работает на заводе уже сколько лет, и зарплата там как-то, знаете, не сильно прибавляется. Урезать могут, отправить в отпуск за свой счет, да, легко. А вот именно так, чтобы человек заработал на машину, это очень редко. Либо ему приходится эти деньги копить, откладывать, да, там много в чем себе отказывать. Вот, но так, чтобы именно хватало на все, что он хочет, и еще и за одну гривню получить автомобиль. Такого еще, конечно, на моем опыте не встречалось, да. А наша компания предоставляет такую возможность. Если вы будете это изначально доносить до ваших новичков, у них появится желание выходить на новые статусы. Потому что, я думаю, что любой человек хочет и автомобиль, и жилье, квартиру в Украине, да, дом в Украине, либо же дом за границей. И все это у нас здесь есть. Напишите, пожалуйста, все ли из вас понимают, за что нам платят деньги компания. Все ли присутствующие и знают, за что нам компания платит. Напишите, пожалуйста, в чат. Марина, ты видишь чат? Да, да, вижу. Да, Валентина, совершенно верно. Компания нам платит деньги за товарооборот. Вот, и нам это очень важно также донести до наших новичков. Потому что многие люди, с которыми, например, вы проводите собеседование, они предполагают, что мы здесь зарабатываем за то, что мы бегаем с каталогами, за то, что мы впариваем, извините, да, как говорят, продукцию, да, навязываем ее кому-то. Но на самом деле это ошибочная мысль, да, потому что мы организовываем крупные товарообороты для онлайн-магазина, то есть для компании Джерелия, да. И тем самым мы развиваем партнерско-потребительскую сеть. Люди далее пользуются продукцией, так же, как и мы с вами, да, вот, на выгодных условиях. Приглашаем новых партнеров делать то же самое. И получается, что мы организовываем совместные покупки. И вот именно за это компания нам выплачивает наши с вами доходы. Важно также научиться понимать, что мы строим сеть, да, а не бегаем с каталогами. Вот, и, как сказал Роберт Киосаки, я думаю, все вы его знаете, да, что богатые люди строят сети, остальные ищут работу. Вот, и это тоже очень важно доносить до ваших новичков. Для тех людей, которые решили развиваться в MLM-бизнесе. А теперь давайте мы с вами поговорим о том, как же все-таки прийти к успеху в этом бизнесе, да. И существует три кита успеха. И наш проект основан на единстве всех трех китов. Если уплывет хотя бы один, успеха не будет. Что это значит? Это значит, что если вы научитесь что-то из этого делать, например, рекрутировать, да, и приглашать людей в наш бизнес, но не будете при этом делать личное потребление, у вас не будет личного товарооборота, то вы не будете зарабатывать. Я думаю, все понимают, почему, да, потому что условием компании является для получения дохода личный товарооборот. Если вы его не научитесь организовывать, вы просто останетесь без зарплаты. Будет очень обидно, да. Вы все-таки пригласили людей, начали строить сеть, а свой заказ так и не сделали. Поэтому, чтобы не было таких ситуаций, вам нужно научиться делать все в комплексе. для этого нужно проходить обучение. Все лидеры нашей компании – это люди, которые уже в той или иной степени прошли какое-то обучение. Нет здесь ни одного человека, который к чему-то пришел, да, добился какого-то успеха, но при этом не обучался. Я не верю, да, что бывают такие люди, потому что если мы с вами даже возьмем обычный какой-то завод или фабрику, и человек без опыта, если туда попадает, да, то сперва ему нужно обучиться этой работе для того, чтобы стать профессионалом. Если вы не будете обучаться, то вы будете стоять на одном месте. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей команде был успех, обучайтесь сами и привлекайте к этому своих новых партнеров. Система работает только при трех составляющих. Обучение, личное потребление. Его можно заменить на дропшиппинг. Это сейчас такое модное слово, возможно, не все знают, я переведу. Дропшиппинг – это когда ты находишь покупателя, да, вот, и отправляешь заказ на него. Это можно делать со своего личного кабинета. Все вы знаете, что у нас есть там такая кнопочка «Бизнес-фак», да, то есть заказ уедет на клиента, клиент рассчитается за заказ, и вам еще на кабинет придет вознаграждение за то, что вы воспользовались такой услугой. Поэтому это тоже очень выгодно, да. Ну, возможности у людей разные, да. Кто-то может позволить со своего кармана сделать личный товарооборот, кто-то нет. Поэтому если нет, то научитесь работать по системе дропшиппинг. Вот. Обучение тоже есть. Ничего как бы сложного, но нужно кое-какие уроки пройти, да, для того, чтобы научиться это организовывать. И, конечно же, это рекрутинг. Рекрутинг – приглашение новичков в вашу команду. Вот. Это и есть наш самый первый кит – личное потребление, да. Как я уже говорила, что если не будет личного потребления, то вы просто останетесь без зарплаты. Для новичка важно делать активационный заказ, да. Почему? Что это дает? Какие преимущества? Потому что, сделав активационный заказ, ваш новичок сможет сам ознакомиться с продукцией, сможет показать эту продукцию кому-то из своих знакомых, да, сможет дать ее протестировать. И, возможно, уже таким образом он также сможет кого-то уже привлечь в свою команду. А если человек не будет делать заказы для себя, то, конечно же, ему будет очень сложно, во-первых, рассказывать о том, какая же тут все-таки продукция, и мало кто ему поверит, да, потому что люди, они это все на самом деле чувствуют. То есть человеку сразу становится понятно, пользовались вы сами этим продуктом, или вы рассказываете со слов кого-то об этом. Вот. Поэтому по возможности, конечно же, нужно людям объяснять, что активационный заказ желательно сделать, а далее человек будет делать покупки по потребностям, да, и таким образом он будет организовывать свой личный товарооборот. Многие спрашивают, как, зачем активационный заказ? Вы же говорили, что не надо будет что-то покупать. Ну, я уже говорила, не хотите покупать, сами не нужно, да, найдите своих покупателей, организуйте совместную покупку с родственниками, наработайте себе клиентскую базу, вот, и все. Потом впоследствии эти люди, клиенты, они сами будут к вам обращаться, потому что у них рано или поздно закончится суперсила, у них рано или поздно закончится шампунь, и они вам сами начнут писать, сами начнут звонить, сами вас найдут, и будете уже дальше вместе работать и сотрудничать. Частый вопрос, а что же можно купить у нас в компании, да, многие не знают, что же тут можно брать. Ну, то же самое, что вы и раньше покупали в самых обычных магазинах, мы просто сменили магазин, да, вот. То есть, если мы раньше шампунь брали где-то в Еве, в Космо, то сейчас мы это делаем в нашей компании, получаем скидку, получаем подарки, возможно, да, если в этот момент идет какая-то акция, вот. Поэтому я думаю, что ни для кого не принципиально, да, какой торговой марки или брендом пользоваться, а тем более, если нам еще за эти действия будут платить деньги. Так, что же мы можем купить в Джерелли? Все, что покупаем каждый месяц, да, в ближайшем супермаркете. Зубную пасту, средства для мытья посуды, гель для душа, дезодорант, особенно сейчас летом, да, который так необходим. А я думаю, что такие покупки приемлемы для каждого, потому что каждый этим пользуется. Это не что-то, да, что специально нужно за что-то выложить деньги, накопить, да, это такие продукты, которые востребованы, вот. И все равно надо донести до человека, что если он говорит, я не могу это тут купить или приобрести, просто ему объяснить, что он все равно пойдет и где-то в другом месте все это купит. Поэтому пусть он лучше это сделает здесь, да, и получит за это еще и вознаграждение, потому что в магазине ему просто скажут спасибо за покупку. Так, мы перешли с вами ко второму киту, и второй кит – это обучение. Для чего же нужно обучаться? Обучаться здесь надо будет тому, чтобы прийти к успеху. Добросовестно и систематично обучаться, да, потому что методы работы в интернете постоянно меняются. Вот я, например, пришла в компанию 4 года назад, и та система работы, по которой мы работали, когда только пришли, она уже не работает. Вот такой вам секрет скажу. Вот, и поэтому нужно подстраиваться постоянно под какие-то новые методы, узнавать о новых обучениях, о новых тенденциях, потому что все меняется со скоростью бешеной сейчас, да, это настолько все развито, что иногда и не успеваешь поспать. Вот, бывают, знаете, дни, когда я не жалуюсь, вы не подумаете, но все равно вот получается так, что бывает, ложишься вообще уже в 4 утра, в 10 уже встаешь, потому что хочется все успеть. Вот, и к чему я это веду, да, что обязательно посещайте школы новичка, да, у нас есть шикарнейшая школа от компании. Эту школу я прошла сама лично, да, и поэтому я ее рекомендую просто абсолютно всем. Сделайте так, чтобы вы сами прошли эту школу и также привели туда всех своих партнеров, потому что там настолько такая хорошая, шикарнейшая информация, которая поможет вам просто понять, как здесь все правильно построить, и эта информация поможет вам идти дальше, развиваться, развиваться, и поверьте, что лишнего там ничего вы для себя не узнаете. Если вам даже кажется сегодня и сейчас, что вы знаете уже все про MLM бизнес, то поверьте, что в школе будут моменты, о которых вы еще не знали и не слышали, и даже не догадывались. Поэтому уроки там построены таким образом. Очень интересно, то есть в игровой форме вы будете получать призы виртуальные, да, за свои достижения, вы будете проходить тесты. Были тесты, которые приходилось мне пересдавать, да, потому что вот тоже вроде бы и внимательно все смотрела, изучала, но все равно были такие вопросы, знаете, с изюминкой, будем так говорить, и приходилось перечитывать, что пересматривать, но оно того стоит, поверьте, да, вот, и за то, что вы пройдете школу, вы также получите сертификат, вот, и знаете, когда я прошла школу эту, я очень гордилась собой, что я получила сертификат, я его показывала в чате своей команде, вот, вы также можете этот сертификат распечатать, повесить у себя дома в рамочки, ну, и гордиться собой, да, потому что это все-таки достижения, это новые знания ваши, это то, что вы передадите дальше своей команде. Поэтому школу обязательно, если вы еще не проходили, обязательно запишитесь, можно написать на суппорт, да, со своей электронной почты, и просто сказать, хочу пройти бизнес-школу, и вам пришлют ссылочку, добавят на школу, объяснят, как там все устроено, построено, и будете проходить эти уроки. Уроки можно проходить, когда вам удобно, вот, поэтому, то есть нет такого, да, что сегодня ты обязан там пройти, просмотреть вот прям все пять уроков этой школы. Нет, вы сами будете себе время выбирать, есть видеоролики достаточно по времени, коротенькие, там, по 20 минут, можно на быстрой скорости там посмотреть, да, есть ускорение, то есть если вам 20 минут, это много времени, вы можете просмотреть его за 10 минут, если вы так воспринимаете информацию. Вот, это вот мои сертификаты, да, чтобы вы не думали, что я здесь рассказываю что-то фантастическое, да, я на самом деле прошла все эти уроки в школе, получила сертификаты, вот, и желаю вам пройти это все, вот. И когда вы это пройдете, поверьте, что успех, он просто не заставит себя ждать. Информации действительно очень много. И если кто-то говорит, что в компании нет обучения, негде взять эту информацию, то вот она есть перед вами, записывайтесь на школу, и все будет отлично. Я также хочу сказать, что не каждая компания предоставляет такое обучение, поэтому нам с вами очень сильно повезло, потому что компания Джерелия совершенно бесплатно для нас его организовала, вот, и не пройти его, это преступление просто, вот. И третий кит, о котором мы с вами сегодня будем говорить, это рекрутинг, да. Что же такое рекрутинг? Рекрутинг – это приглашение людей в свою структуру, в свою команду. Рекрутировать – это значит знакомить, заинтересовывать, да, с хорошим и стабильным легальным заработком пользователей интернета. Мы людей знакомим с нашей компанией, а после чего мы их регистрируем в свою структуру, да, на официальном сайте компании, вот, подписываем под себя, да, помогаем им пройти обучение и обучаем делать в проекте все то же самое, что знаем и умеем делать сами. То есть мы передаем свои знания нашим людям, да, и наши люди начинают нас дублицировать. Поэтому, если вы уже хотя бы двух-трех человек пригласили в вашу команду, вы уже должны с этого момента становиться лидером, да, то есть вам уже нужно вести за собой своих людей, вам уже нужно им передавать свои знания, потому что если вы думаете, что у вас пока два человека – это еще не команда, то вы очень ошибаетесь. Даже если вы уже одного человека привели, обучите его всему тому, что вы уже научились сами. Вы знаете, даже если вы пришли всего лишь на один день раньше этого человека, вы уже на один день знаете больше, чем ваш новичок. Поэтому берите все в свои руки и будет все хорошо, да. Многие начинают задавать вопрос, почему я не расту, да, почему у меня нет роста. И ответ очень простой, да, пока у вас не будет минимум одной регистрации в день, этот вопрос нет смысла вообще задавать. Вот на примере автомобиля, да, какой смысл пытаться ремонтировать двигатель в машине в поисках причин, почему она не едет, если у нее просто пустой бак. То же самое, да, вот у нас. Пока вы не научитесь приглашать людей и не начнете это делать, вы будете стоять на одном месте. Потому что вы можете научиться продажам, да, в интернете. Но насколько, на какую сумму может продать один человек? Вот можете мне здесь даже в чате написать, сколько, насколько один человек способен в компании продать вот за каталожный период, если этот человек не находится, конечно, в фанском клубе. Там уже обученные люди, понимаете, уже люди, у которых есть своя система. Вот просто обычный человек. На 500, да, гривен или долларов. Марина Иланская, там какой-то значок у тебя еще после 500 гривен, да. Сложно даже, вот бывает, людям сделать на 750 гривен, да, вот свой, чтобы личный товарооборот сделать. И вы должны понять, что на одну-две тысячи вот Валентина пишет, кто-то пишет на тысячу, Анна, да, Анна Дмитриева пишет на тысячу гривен. Да, люди будут все разные, но вы должны понимать и доносить до своих новичков то, что сегодня вы можете продать на тысячу, завтра вы можете продать пусть на две тысячи, да. Но вы все равно не сможете сделать такой товарооборот, как если бы у вас в команде уже было 10 человек, и каждый из них продал бы уже на две тысячи, понимаете, да, вот эту разницу. Очень важно это все донести до ваших новичков, вот. И когда люди начнут это делать, да, у вас появятся новые люди в команде, и это будет систематически, это будет на постоянной основе, то, соответственно, вы тоже начнете расти и по уровням, и зарплата ваша увеличится. Ну, это уже, я думаю, понятно, да. Вот. А что же нам может помочь еще расти по статусам? Конечно же, шикарнейшие программы и поддержка от нашей компании. И вот я специально сделала слайды для того, чтобы вы посмотрели, насколько много программ сейчас нам дала наша компания. И для всех ли эти программы? Вы просто посмотрите. У нас есть программы на поездку в Одессу для директоров, для гранд-менеджеров, да. У нас есть программа «Супербонус». У нас есть программа для панов. У нас есть программа для клуба «Грандских миллионеров». Для новичков «Суперстарт». У нас есть суперкоманда, да, там, где можно забрать шикарнейшие подарки. Новичок также и знакомится с продукцией, и забирает скидки. И скидки, я вам скажу, немаленькие. У меня вот несколько новичков проходят по этой программе, и они, конечно же, у них глаза разбегаются, потому что люди хотят и то взять, и это взять со скидкой. Им так это все нравится. И компания делает со своей стороны все. Почему вы не используете эти возможности? Ну, многие не используют. Я, ну, как бы иногда задаюсь вопросом. Да, вот вам дали все. И если вы научитесь это все использовать, то рост, он просто будет сам по себе. Как вам замотивировать своих партнеров зайти в эти программы? Вот сейчас можете взять ручку, блокнотик, да, потому что сейчас будут такие советы, которые, я уверена, помогут вам уже в следующем периоде, да, потому что этот уже у нас почти заканчивается, а может кому-то и в этом, в принципе, выйти на новые уровни, на новые статусы в ваших структурах. Во-первых, всегда нужно самому принимать участие во всех программах. Для чего это нужно делать? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в чате, для чего нужно самому принимать участие во всех программах. И делаете ли вы это? Правильно, молодцы. Да, для того, чтобы показывать пример своей команде. Все верно пишите, девчонки. Все верно. А делаете ли вы это? Такой вопрос на засыпку. Все ли это делают? В общем, кто не делал, начинайте, да, делать. Вот. Кто делает, тот молодец, да, потому что тот знает, что люди действительно смотрят на лидера, смотрят на человека, который их сюда пригласил или на вышестоящего наставника, да, и им хочется так же все делать, и они им вдохновляются, вот, потому что все же делаем общее дело, вот, и когда вы научитесь это делать, будете показывать своим личным примером, люди будут за вами тоже подтягиваться. Кто, скажите, пожалуйста, после того, как компания объявляет нам новые программы, сразу же слайды перекидывает в свой чат. Есть у нас такие? Если есть, поставьте плюсик. Есть у нас такие, вижу. Вот, может быть, я вам сейчас открою какую-то страшную тайну, что так делать не нужно. Это ваша ошибка. А знаете почему? Об этом я вам расскажу чуть позже, сегодня. Сперва вам необходимо самостоятельно изучить все условия программ. Почему? Потому что у вас могут возникнуть вопросы, на которые вы пока еще можете не знать ответы. И первый же день, когда программы объявлены, не спешите закидывать их в чат. На это есть несколько причин. Во-первых, потому что вы можете сэкономить время ваших людей на чем? Чтобы каждый не начал писать на суппорт, задавать один и тот же вопрос. Вы все это можете самостоятельно узнать, то есть написав на суппорт, получив все необходимые ответы на свои вопросы. И когда вы уже будете четко знать все ответы на все вопросы, вы уже тогда можете начинать рассказывать, не закидывать просто слайды в чат. программы для новичков, для всех вообще в вашем чате. Почему важно не просто закинуть также слайды? Потому что ваши люди увидят на слайде, например, что для того, чтобы получить в подарок сковородки, нужно привезти 10 новичков, к примеру, с заказами по 15 баллов. И человек что, думает, 10 новичков и всего лишь сковородка? Не, я не буду. Проходите эту программу, что-то маловато. Аж 10 новичков и всего лишь какую-то сковородку я получу. Вот для того, чтобы такого не происходило, вам нужно быть подготовленным. Вам нужно самостоятельно просчитать все выгоды от участия в программе и расписать это для своих людей. Потому что, когда компания объявляет такую программу, то это не просто привезти 10 новичков. Надо человеку показать, что приведя вот этих 10 новичков, он заработает столько-то, столько-то денег. То есть его структура пополнится новичками, которые начнут проходить стартовую программу. Стартовая программа у нас обычно это не один шаг, это как минимум 2, 3, а то и 4 шага. То есть вы получаете стабильного партнера, который тоже участвует в программе, собирает свои подарки. И вы получаете за это какое-то вознаграждение. И это уже звучит немножечко по-другому. Не просто, что приведи 10 новичков и получи сковородку. То есть нам надо рассказывать, продавать людям выгоду от участия в программе, а не сам подарок. Также вам нужно прописать реальный, но амбициозный план для людей. К примеру, у вас есть люди в команде, которые, вы знаете, могут зайти на ту или иную программу. Вам нужно составить список сперва этих людей, оповестить их, что вы считаете, что человек вполне реально может пойти по той или иной программе. Я, знаете, вот всегда делаю так. Во-первых, у нас программы периодически, они повторяются. То есть одна программа похожа на другую. Когда-то там была программа, когда вручали сертификаты на розетку. Я лично в ней участвовала. Я стала победителем этой программы. Я забрала тогда сертификат на 3000 гривен от компании в розетке и купила себе свою мечту на тот момент, мультиварку-скароварку. Я была очень счастлива, потому что я мечтала о ней. Понимаете, на тот момент у меня был маленький ребенок. Я не могла стоять возле плиты и готовить. Не могла тратить на это много времени. И я очень хотела этот гаджет. А получилось так, что я купила себе еще и йогуртницу. То есть моему счастью вообще не было предела. Я очень была счастлива, что проходила эту программу. И у вас тоже могут быть люди, которые захотят себе что-то приобрести или получить какой-то тоже подарок, пройдя данную программу. Поэтому Наталья тоже пишет, что рассталась такой оможливостью. Многие лидеры, я знаю, используют эти возможности. Но вам нужно научить ваших новичков тоже пользоваться такими возможностями, чтобы они захотели прямо принимать участие в данных программах. Потому что они будут в любом случае вознаграждены. Они не просто будут выполнять какую-то там рутинную работу. У них уже будет какая-то цель. Если на сегодняшний день человек приводит двух новичков, к примеру, или трех за период, вы ему просто объясните, что поработай немножко больше, постарайся привести пять-шесть новичков и показать, что будет в этом случае. Потому что люди на самом деле очень многие, часто ленивые. Им не хочется напрячься, им не хочется приложить каких-то еще усилий чуть больше. Но на самом деле все могут. Ваша задача как наставника – вселить эту уверенность в человека, расписать ему это все, показать, что если он будет делать не так, как он привык делать, а немножко больше, то эта цель вполне достижима. И в итоге вот он получит это, это и это. И люди тогда включаются. Ну, я обычно на своем примере, опять же, рассказываю, что девочкам сразу показываю, если я вижу, программа уже такая была, я показываю, вот я лично проходила эту программу, я смогла, и вы сможете. Потому что я такая же, как и вы. У меня две руки, две ноги и одна голова. Мы друг от друга ничем не отличаемся. Просто разница в том, на что вы тратите свое время. Если вы смотрите сериалы, общаетесь с подружкой, сплетничаете по телефону и еще там чем-то занимаетесь из раздела, что вам это не принесет никакой пользы, никакой прибыли, никакой выгоды, то вы просто в пустую свое время проводите. Вы попробуйте отказаться от чего-то, да, хотя бы одного. Перестаньте смотреть сериалы и потратьте это время на рекрутинг, к примеру, и вы увидите, насколько у вас что изменится. Вот, то, что я хотела вам сказать. И также вам, как наставнику, нужно будет мониторить результаты и корректировать план действий. Что это значит? Нам присылает компания отчеты по программам, и мы уже можем, в принципе, увидеть, какова картина. Например, у вас зашло на какую-то программу, там, 6 человек, скажем. Трое из них уложились в тот план, который вы прописали, да, например, привели там 5 новичков по программе, а двое из них привели только 2 новичка, а один вообще никого не привел. И ваша задача, как наставника, в этот момент не дать этим людям выйти из программы, да. То есть, каким образом, вам нужно их, во-первых, поддержать в чате, превселюдно, да, похвалить тех, кто привел нужное количество, вы хвалите, пишите, девчонки молодцы, постарались, сделали, я вас поздравляю, вы там переходите на следующий шаг, да. Вот, тех людей, кто не дотянул немножко, вы пишете, ничего страшного, немножко не дотянули, время еще есть, давайте мы с вами там созвонимся, пообщаемся, как мы можем сделать так, чтобы в следующем периоде у вас уже было нужное количество, да, то есть это ничего страшного, не переживайте, вы их поддержка, вот. И те люди, которые вообще не выполнили, да, например, условия, но они хотели принимать участие в программе, ну, бывает всевозможные разные обстоятельства, заболел там человек, уехал, не было интернета, мы все люди, да, и обстоятельства у всех могут положиться по-разному, ну, вы тоже должны таких людей поддержать и объяснить им, что ничего страшного, потому что в эту программу еще можно в следующем периоде зайти, ты не переживай, да, можешь пока уже поработать на следующий период немного, да, например, там, собрать заказы, пообщаться там с людьми и так далее. Кстати, девчонки и мальчишки, хотела вам сказать, если у вас будут ко мне какие-то вопросы по вебинару, вы можете их писать в чате, и я в конце вебинара на них вам отвечу. Так. Хочу сказать, что вы можете сами сделать ваши новые уровни, да, ваши новые звания и ваши доходы, да. Для этого нужно стать лидером, опять же, показывать пример в своей команде, да, вот, вы можете все и все в ваших руках, поверьте в себя, да, вот, и все у вас будет получаться, потому что вы знаете, для чего вам нужна эта победа, да, победа в этих программах, потому что вы очень хотите получить тот или иной подарок, вот. вы знаете, как этот план воплотить в реальность, да, потому что вы его прописывали, вы знаете, какие шаги нужно для этого сделать, и также вы умеете работать с отчетами и делаете это каждую неделю, и вообще вы классный наставник. И ваш наставник тоже классный наставник. Вот всегда об этом помните, и будет у вас отлично все в команде. И новые уровни также. Вот. И в заключении хочу вам напомнить еще раз несколько правил для роста вашего бизнеса. Вот. Если вы реально хотите быстрого роста, то рекрутируйте ежедневно. Не надо пропускать какой-то день. Вот я люблю приводить такой пример. Возможно, кто-то его уже слышал, возможно, я где-то повторяюсь, что представьте, что вы открыли свой магазин цветом на земле, да, вот. Вы завезли туда эти цветы шикарные, хотите людям дарить добро, да, чтобы людям было что купить на праздник, вот. И представьте ситуацию, когда вы просто перестали утром приходить в ваш магазин. Что произойдет с вашими цветами? Вам придется все это выбросить, потому что они завянут, никто их не купит. И что получится? То, что вы вложили деньги, да, вложили свое время на то, чтобы это все организовать, свой магазин. И вы просто сами себе сделали такую неприятную ситуацию. Считайте, что вам, вы вернулись на несколько шагов назад, да. Считайте, что вам придется начинать уже все сначала. Так вот, лучше пусть ваш бизнес идет по накатанной, потому что у меня часто бывало, что я проводила собеседование еще там две недели назад, и мне только сегодня уже человек пишет ответ. И это очень приятно, да, потому что я уже забыла про тех людей, а вот они только сегодня, может, прочитали это, и они мне первые там пишут. И это, поверьте, когда вы начнете это делать каждый день, у вас будут такие ситуации, они вас будут заряжать, и вам будет хотеться это делать, работать, вот, еще больше и так далее. Вот, если вы потратили день и пять дней просто так, да, то вы не удивляйтесь, что вы не растете, да, или делаете это очень медленно, потому что такие большие перерывы, они просто недопустимы. Я говорю, что бывают разные ситуации в жизни, да, у каждого, ну, желательно хотя бы что-то, ну, хоть бы маленькое, ну, каждый день старайтесь делать, да. Ну, вообще ничего не делать, это неправильно, и это негативно будет отражаться на вашем бизнесе. Конечно, только ежедневные действия дают результат, да, вот, и это доказано всеми лидерами, вот. Также успех в сетевой компании, он зависит от веры в себя, от веры в компанию, от веры в продукт этой компании, да, и от веры в свое прекрасное будущее с этой компанией. Я надеюсь, те, кто сегодня на вебинаре, и все, кто будет еще смотреть этот вебинар в будущем, у всех будет это чувство, да, веры тому, что все здесь реально, да, вот. Что, знаете, у меня был, я вам расскажу случай, как мне одна женщина сказала из моей команды, когда мы были на бизнес-встрече в Киеве, я выставляла ролики, да, в чат, рассказывала, как нас там приветствовали, как нас награждали, вот, что нас даже кормили, вот, был фуршет такой, и торт мы ели, вот, и она говорит, что ее знакомые сказали, что мы подсадные утки, понимаете, вот, и мне хочется, чтобы ни у кого из вас не было такого чувства, что мы здесь подсадные утки, мы все реальные люди, которые пришли, начали здесь все с нуля, вот, которые построили себе команды, структуры, и продолжаем здесь развиваться, и все реальное, вот, поэтому поверьте в это, и поверьте в ваше дано будет, знаете, как говорится, вот, настраивайтесь в первую очередь на долгосрочное сотрудничество с компанией, да, вот, продолжайте движение ежедневно, увеличивая количество действий на 10%, всегда стремитесь к большему, даже если вам кажется, что вы делаете много, постарайтесь делать на завтра чуть больше того, что вы уже делали, и еще хочу немного фишек дать, да, как я обещала, для развития нашего бизнеса. Кто своего наставника достает, тот растет, а кто молчит, тот на месте сидит, я думаю, многим это уже известно, да, что наставника нужно доставать, вот, поэтому если вы еще этого не делаете, начните делать, а кто новичок, да, тоже применяйте это, вот, запишите себе где-то, что с наставником нужно быть на связи 24 на 7, потому что это тот человек, который заинтересован в вашем росте, и ничего плохого он вам не посоветует, он вам даст только те рекомендации, которые вас приведут к росту, к успеху, и он готов с вами этим поделиться, только не молчите. Вот, и ежедневные действия, которые необходимо делать для того, чтобы был рост, это прежде всего обучение, это чтение полезной литературы, также мотивировать нужно себя на успех, да, не приступать к работе с чувством, что вот у меня не выйдет, я не знаю, я не умею, у меня не получится, так, конечно, успеха вы будете ждать очень долго, поэтому прежде всего нужно поверить в себя, что вы сможете, у вас все получится, и только в таком настроении приступайте к рекрутингу. Кстати, я вам хочу сказать, что именно люди, они через монитор каким-то образом чувствуют, в каком вы находитесь настроении, бывают дни, когда даже я не рекрутирую, почему, потому что вот как-то, знаете, вот бывает такое настроение или не знаю, что это, когда ты садишься, у тебя вот не получается, просто все с рук валится, вот в такие дни я просто это все откладываю, потому что знаю, что не будет сегодня того результата, который мне бы хотелось, вот, ну и, конечно же, на следующий день я делаю вдвойне, потому что за прошлый день, да, который я пропустила, вот, и относитесь к рекрутингу как к рыбалке, да, это тоже такой совет, не помню, кто мне его рассказал, но он помогает и действует. Представьте, что вы рыбак и ловите рыбку, и знаете, вам даже весело от этого как-то будет, вот, вы закидываете удочку, вот, и человек на другом конце, он как рыбка, да, он клюет, вот, а дальше вы уже с этой рыбкой начинаете возиться, вот, рассказывать ей, и, возможно, эта рыбка ваша золотая рыбка, которую вы споймаете, всем желаю таких рыбок, вот. Далее, ежедневно общайтесь с вашим наставником и также ежедневно общайтесь с людьми с вашей командой, потому что иногда можно завести, во-первых, полезные какие-то связи, познакомиться с интересными людьми, да, потому что мы здесь тоже общаемся, вот, и старайтесь общаться с успешными людьми, с теми людьми, которым есть вас чему научить. Не слушайте вашу соседку, которая ничего не добилась, да, и рассказывает, что, да, сетевой, это ж тут лохотрон, ничего ты там не заработаешь, я была, у меня не получилось, вы не знаете, что она здесь делала, как она это делала, вот, вы слушайте тех людей, у которых уже есть результат, да, которые могут поделиться с вами, вот, и только, когда вы научитесь общаться с успешными людьми, да, тянуться к таким людям, вы сами станете успешными, вот, и рекрутинг, как я уже говорила, да, что если нет рекрутинга, значит нет роста. Так, следующее, о чем я вам хотела сказать, мы сейчас с вами поговорим о еженедельных действиях, и здесь будет один пункт, я извиняюсь, собачка у меня, вот, каждую неделю старайтесь посещать, не то что старайтесь, а вот просто запишите себе где-то правило такое, да, что нужно каждую неделю посещать командные планерки, просто как-то корректируйте время, да, договаривайтесь так, чтобы всем было удобно, но это очень важно, да, потому что именно на еженедельных планерках дается вся новая информация, обсуждаются все новые методы работы, да, ведется анализ действий о том, какая работа была проделана, что еще предстоит проделать, вот, и также вы на таких планерках можете задать все свои вопросы и получить на них ответы, вот, и это, конечно же, неотъемлемая часть обучения и самообразования, а еще масса эмоций, позитива и мотивации, потому что на планерках мы также между с тобой общаемся, вот, и вот мы с вами подошли к ежекаталожным обязанностям, да, то есть раз в период, что вы должны делать для того, чтобы был успех, каждый период вам нужно организовывать свой личный товарооборот на 20 баллов, да, для того, чтобы получать свой доход от компании, потому что будет неприятно, как я уже говорила, например, что вы пригласили команду, команда под вами вышла на, даже на те же 5%, да, то есть вошла в компенсационный план, а вы при этом не сделали свой личный товарооборот, и тогда вашу зарплату получает по компрессии ваш вышестоящий наставник, я думаю, каждому было бы обидно, если бы он оказался в такой ситуации. Следующий момент – это построение потребительской сети, да, у нас есть личный интернет-магазин, это ваш кабинет в компании Джерелия, да, мы его развиваем, вот, и компания нам предоставляет отличное качество и широкий ассортимент, также компания за нас отправляет эти заказы, да, пакует их, то есть мы этим не занимаемся, наша задача только найти покупателя, вот, и, конечно же, конечно, для того, чтобы был рост, обязательно участвуйте во всех акциях и программах, потому что это тот инструмент, который, на котором все и основано, да, а компания предоставляет нам всегда шикарнейшие предложения, вот, шикарнейшую продукцию, вот, и вы сможете и ваши партнеры купить эту продукцию по очень выгодным ценам, да, еще и получить подарки за свои покупки, и это круто, и это надо применять. И в итоге, да, давайте подведем итог, как я говорила, верьте в себя, потому что все возможно, все реально, все легко, все доступно, да, все получится и все в ваших руках. У вас должна быть четкая цель, сильное желание и наличие внутреннего ресурса, да. Если вы хотите стать директором, сделайте что-то для этого и станьте директором, потому что вы сами себе ставите преграды, а на самом деле никаких преград нет. Вот если у вас есть четкое намерение, вот, сделайте это, да, вот, если вы хотите быть региональным директором, то постарайтесь еще чуть больше, да, копните еще чуть глубже, я вот здесь вот привела на слайде кусочек, да, такой отрывочек из игры, может, все помнят, золотоискатели, да, вот, им же тоже не просто так все это доставалось, да, если вы хотите иметь то, что никогда не имели, то начните делать то, что вы никогда не делали и доделайте это до конца, не просто начните, да, и остановитесь на каком-то этапе. Если у вас есть цель, никогда ее не предавайте, идите к ней, что бы ни происходило. У меня были ситуации, когда я слетала с уровней, да, разные ситуации были, зарплата бывала падала, но я не сдавалась никогда, потому что я здесь не, как сказать, не за этой вот зарплатой, которая у меня на сегодняшний день, я пришла, а я хочу большего, да, у меня есть еще большие планы, у меня есть еще большие цели, поэтому я не сдаюсь, я иду, несмотря ни на что, вот, и вы тоже должны выработать себе вот эту вот такую привычку не останавливаться, продолжать, что бы ни происходило, вот, потому что бывают ситуации, когда человек сдается вот просто за шаг до своего успеха, и так чаще всего происходит, когда вам очень сильно сложно, значит, впереди прорыв, значит, сделайте еще чуть больше, и вы будете вознаграждены. Ну вот все, в принципе, то, что я вам хотела сегодня рассказать, надеюсь, что ответила на многие вопросы, вопросы, возможно, кто-то возьмет себе в работу что-то, да, если есть у вас дополнительные вопросы, я готова на них ответить сейчас. Мариночка, огромное тебе спасибо, но я вот сразу хочу прочитать один вопрос, который ты, может быть, пропустила. Что делать, когда после регистрации не хотят работать? Ну, надо человеку задать вопрос, для чего он вообще регистрировался, потому что, что значит после регистрации человек не хочет работать, для чего он уже... Валентина, что-то хотела добавить, Валя? Я? Да, вы что-то говорили сейчас, что-то хотели добавить или спросить? Не-не-не, я хоть за свою Марину сгадала. А, я поняла. Ну да, я согласна. Да, с людьми нужно общаться, спрашивать, задавать им вопросы, потому что люди иногда делают действия, не отдавая себе отчет, просто зарегистрировался, а сам не знает для чего. Да, ну что, я благодарю, Марина, за такое преподношение на собственной практике такой темы, очень важной, потому что, действительно, мы же все пришли в сетевой бизнес для того, чтобы быть финансово независимыми. И мы понимаем, что финансово независимыми мы будем только тогда, когда будет расширяться наша структура, и не столько структуры, не столько потребителей, да, сколько статусники. Я благодарю тебя за тот посыл, за те действия, которые ты расписала, рассказала. Я благодарю тебя за то, что ты сделала акцент на том, что нужно слушать и ориентироваться на людей, которые чего-то достигли успешно. Ну, и, конечно же, я всегда говорю о том, что нужно быть позитивно настроенным в любом случае. Вы знаете, есть такое выражение «легко уныние дается, а радость нужно добывать». Поэтому все в нашей голове. Я хочу предложить сейчас вам, дорогие мои, взять листочек и ручку, и я еще раз проанонсирую вам те вебинары и те темы, которые пройдут у нас в ближайшее время. Итак, сегодня у нас прошел вебинар от управляющего директора Марины Хладковой. Еще раз благодарю, Марина. У тебя собака лаяла, уже, наверное, подавала сигнал. Хватит, уже все им рассказала. Но, тем не менее, спасибо еще раз. Следующий вебинар у нас состоится 22 июня, в следующий вторник. Его проведет Оксана Блышик, и у нее будет тоже очень интересная и важная тема – как достичь большого количества участников первой линии. Потому что все вы знаете, особенно те, кто давно в сетевом бизнесе, что можно иметь 100 человек в двух структурах, у двух лидеров, и у двух лидеров, имеющих 100 человек, будет совершенно разный доход. И понятно, что, как в любом сетевом бизнесе, самая основная сила и мощь, самый основной фундамент, на котором держится наш бизнес – это, конечно, первая линия. И вот Оксана нам расскажет, как достичь большого количества участников первой линии по программе «Суперстарт». И Марина сегодня говорила, что у нас программа есть для любого статуса, от самых новичков до самых наших зубастых акул, в хорошем смысле слова. Дальше у нас будет Иван Надорож с темой «Как эффективно регистрировать новичков». Вот чтобы как раз не возникало такого вопроса, почему он после регистрации не хочет работать. Это будет тема 23 июля «Как эффективно регистрировать». 24 июня Марина Гонтаренко выступит с темой «Действия для увеличения статусов». Вы знаете, на самом деле у нас было несколько номинаций, и у нас есть лидеры, которые успешны в этой номинации «Увеличение статуса в структуре», но если мы послушаем двух-трех, то окажется, у каждого есть свои фишки. И это вообще уникальная возможность, когда мы можем послушать разных лидеров. 29 июня «Надежда Вовк» с темой «Что необходимо делать, чтобы достичь максимальных продаж в структуре». Конечно, у нас есть секреты, о которых сегодня говорила Марина. Один из первых секретов – это знание продукции, уметь ею пользоваться и уметь ее предлагать. 30 июня «Чоп Мария». Что необходимо делать для роста статусов уже в первой линии? То мы говорили о том, что новички в первой линии, а теперь что нужно сделать для того, чтобы росли именно статусы в первой линии? Что нужно делать для того, чтобы ваши приглашенные новички в первой линии хотели быть не просто консультантами или потребителями, а они хотели тоже строить бизнес, строить бизнес успешно. 1 июля «Панченко и Елена» с темой «Как набирать активных новичков АНТ в первую линию?» Не просто регистрировать, а как набирать тех, которые при регистрации сразу делают заказ. 6 июля «Заворот на Наталья». «Как достичь увеличения статусных лидеров в структуре?» И 7 июля «Калыш Людмила» – максимальные личные продажи. Это наша паночка, которая умеет продавать, она это любит и она просто от этого кайфует. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня все были с нами. Мы ожидаем вас, несмотря на то, что сейчас хочется поехать на море, пойти на озеро. Но тем не менее знания, которые у вас есть возможность получить в эти дни, они дорогого стоят. И я уверена, что они сделают прорыв в построении вашего бизнеса. И я уверена, что они сделают прорыв в структуре в структуре.